Здание по улице Куйбышева за почти столетнюю историю своего существования сменило разное амплуа. Несколько десятилетий оно использовалось под нужды детей и теперь продолжит реализовывать свою функцию. Здесь в рамках программы трансграничного сотрудничества появился ресурсный центр по оказанию комплексной помощи детям с аутистическими нарушениями. Около года здесь велись строительные работы. Специалистам пришлось на объекте изрядно потрудиться, чтобы вдохнуть в него новую жизнь. К сожалению, многое пришло в негодность, и отдельные элементы восстанавливались практически с нуля. Теперь же об этом периоде ничто не напоминает. Перед нами современное многоформатное здание. Я надеюсь, что то, что вы сейчас будете наблюдать, порадует и жителей города, и администрацию, и поможет, безусловно, тем деткам, которые будут здесь заниматься. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы с должным качеством этот объект возвести. Было очень много дополнительных работ, потому что здание, на самом деле, им уже, в общем-то, 100 лет, часть этого здания. Поэтому не все можно было в проекте изначально предусмотреть. Возникали дополнительные работы, возникали определенные сложности, но мы с ними, я считаю, достаточно хорошо справились. В рамках торжественного открытия прозвучало много теплых слов в адрес управления по образованию администрации Ленинского района, специалистов вспомогательной школы, частью которой является ресурсный центр партнеров проекта городской власти. Новая образовательная площадка действительно уникальна. Ее аналогов нет в республике. Мы все-таки, в первую очередь, делали это для тех детей, которые попадают в нашу школу. Нам хотелось оказать им в полном объеме ту помощь, которой они нуждаются, потому что это детки с нарушением интеллекта, и плюс к этому еще аутистические нарушения, самая сложная категория детей на сегодняшний день. Поэтому для них надо, наверное, самые сильные специалисты, для них нужны самые лучшие условия. И мы надеемся, что мы станем теми специалистами, которые окажут достойную помощь этим детям. Заслуженные грамоты и благодарности были вручены всем тем, кто был вовлечен в реализацию проекта. К сожалению, за последние годы количество малышей, страдающих аутизмом, выросло. Именно поэтому и появилась необходимость в создании самостоятельного учреждения, где мальчикам и девочкам будет оказываться комплексная педагогическая помощь. И теперь оно есть. Если это вовремя все замечено, то школьному возрасту 50-60% детей социализируются и идут в обычные средние школы. Поэтому, с моей точки зрения, то, что мы сделали, то, что вы сделали, это очень важно для Бреста, Брестского района, где находится более 100 человек с такими нарушениями, с явлением аутизма. Это первое. Второе, что я бы хотел сказать, это поблагодарить тех, у кого родилась эта идея. Идея создания центра, где могли бы получить помощь специалисты научиться провести учебные занятия, где могли бы получить консультационную помощь родители. Конечно, это первый шаг. Это первый шаг, это здание, которое будет обеспечено всей начинкой. Не только материально-технической, но самое главное – люди, те, которые научат родителей, научат детей жить в этом мире. Проект предусматривает комплексную безбарьерную среду. Обязательные условия для таких учреждений. Специальное оборудование, включая сенсорную комнату, сенсорно-динамический зал, кабинеты психолога, дефектолога, арт-терапевта и другие помещения. Здесь собраны новейшие технологии в сфере коррекционно-педагогической помощи. Оборудование, а также специалисты, сертифицированные для работы на таком оборудовании. И за красивыми словами стоят действительно большие ресурсы, которые теперь будут доступны не только жителям Ленинского района, где появилось учреждение. Здесь готовы оказывать информационную помощь родителям и методические консультации педагогам региона. Продолжилась церемония открытия праздничным концертом. Ресурсный центр заработал. В ближайшее время здесь будет докомплектован штат, а принимать учеников начнут уже в январе. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.